Ложная альтернатива. Эта ошибка также называется черно-белое восприятие. Она происходит из допущения, что существует только две взаимоисключающие возможности в тех случаях, когда возможностей либо больше двух, либо они не являются взаимоисключающими. Ну, безусловно, для таких абсолютных категорий, как истина, жизнь, сила, мудрия, честность, бескорыстие и тому подобное, более одной альтернативой быть не может. Но в повседневной жизни зачастую приходится сталкиваться не со столь однозначными ситуациями. Если мы пытаемся упростить их, сводя лишь к двум крайностям, возможны проблемы. Так в книге Иисуса Навина мы читаем, что Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господь. Книга Иисуса Навина, 5 глава, 13-14 стих. Согласитесь, нет, очень неожиданный ответ на вопрос типа или-или. Ну или, к примеру, молодой проповедник разбирает текст. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. 2 Коринфянам, 3-6. И ищет пояснения в параллельных местах Писания, например, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам, 6-14. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Галатам, 2-21. В результате молодой человек делает вывод. Раз Новый Завет противопоставляется Ветхому оправданию благодатью закона, значит, в Ветхом Завете оправдание делалось через исполнение дел закона. Но это крайность, присущая разве что учению фарисеев и принципам иудаизма, которые сформировались уже после разрушения Второго Храма, но никак не закону, в том его понимании, которое признавали Иисус и его апостолы. Закон как был, так и остается средством познания Бога и индикатором нашего несоответствия, его благой воли, как пишет Писание, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам, 3-20. Так что и до наступления Нового Завета оправдание давалось по благодати, через кровь жертвенных животных. Мы же, как пишет Библия, приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иван Гатеана, 1 глава, 16-17 стих. В результате мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. Послание к евреям, 10 глава, 10-14 стих. Так что оправдание грешник всегда получал и получает исключительно по благодати, как при Новом Завете, так и до его наступления. Об этом-то и говорил Иисус, однажды проливший жертвенную кровь за всех. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Подобным образом, после всего отрицательного, что мы слышали о фарисеях, может показаться обоснованным утверждением, что человек может быть либо последователем Иисуса, либо фарисеем. Однако нам известно, что, к примеру, Иосифа Римофейский и Никодим были одновременно и фарисеями, и учениками Иисуса. Сам апостол Павел всю жизнь продолжал считать себя последователем фарисейского учения, филиппийцам 3.5, и соблюдать обеты, деяния 8.18. Да, и в самой Иерусалимской церкви была влиятельная фарисейская группировка. Мы в этом читаем в книге «Деяния» 15.5 стих. Писание постоянно призывает нас держаться радикальной середины, не поддавая соблазну впадать в крайности. Об этом говорится во Второзаконии 5.32, 7.11 и 20. Иисус Навин 1.7, 23.6, притчи 4.27. Иисус предостерегает от этого своих последователей и сам Иисус. Когда ученики заявляют, что либо жители самарианского селения примут его, либо нужно, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, он указывает, что есть как минимум еще один вариант – просто пойти в другое селение. Евангелие от Луки, 9 глава, 52-56 стих. Равно как когда ученики запрещали изгонять бесов имени Иисуса тому, кто не ходил с ними. Иисус сказал, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Лука 9.49.50. К уловке ложной альтернативы постоянно прибегали противники Иисуса, пытаясь поймать его в ловушку и ставя учителям перед необходимостью выбора, что нарушить – закон Моисеев или закон о государстве. Например, побить изменицу камнями или отпустить ее от Иоанна 8 глава 2-6 стих. Надвяжит ли платить налоги безбожьему правителю, или же только те, что идут в храм от Матфея 22 глава 17 стих. И Господь всякий раз изобличал их лукавство. Он указывал, что Божья справедливость и Божья милость не суть взаимоисключающей альтернативы, равно как и мы не живем лишь исключительно в Божьем или исключительно в гражданском измерении. Наконец, нередко к этой категории относились к вопросу учеников Иисуса. Как-то раз он, мы читаем, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Иоанн 9 глава 1-3 стих. И действительно, зная продолжение истории, мы видим, что ни один из других исцеленных не был столь ревностным свидетелем престолов перед высшими духовными и интеллектуальными авторитетами Израиля, как этот Неуч. Ведь, будучи слепым, он не мог быть грамотным даже для того, чтобы пройти бармиц. Иван Литана, говорится, 9 глава 30-33 стих. «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверст очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего». Этот слепой понимает суть проблемы гораздо лучше ученых-лидеров Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok